Всем привет, друзья! Сегодня на канале у меня новый ролик. Сегодня у меня снова обзор на российских обжарщиков. Сегодня у меня на обзоре вот такие замечательные ребята, которые называются Padre & Sons. И сегодня я вам подробненько о них расскажу, имеет ли это смысл для джеза, для других методов заваривания, в чем тут вообще интерес, потому что этот кофе в какой-то степени прям уникальный. Короче, все сейчас расскажу. Во-первых, перед началом, конечно же, хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает донатами данный проект. Благодаря вам мы можем покупать кофе, независимо от рекламодателей и тому подобного, делать на него справедливый, честный обзор, и тем самым помогать вам выбирать действительно качественный кофе и качественных обжарщиков. Если вы еще не участвовали в этих донатах, то проходите по ссылочке в описании под моим видео. Вступайте в мою группу в телеграм, который называется «Кофе в турке». Там вообще, на самом деле, помимо донатов, очень большое количество всего полезного, поэтому обязательно вступайте. Там вы можете поучаствовать в этих донатах, вы можете унести буквально там 50-100 рублей, но благодаря таким, как вы, и благодаря тому, что нас много, у нас есть возможность покупать кофе разных обжарщиков, и, как уже сказал, делать на него обзор. Всем спасибо за внимание. Давайте начнем. Что это такие за ребята вообще? И что за название? Padre & Sons? И там, что такие за банки? Что это такое? Давайте начнем с их уникальных, отличительных черт. Данный кофе обжарен на специальном ростере, который обогревается дровами. То есть, это дровяная обжарка. Не подумайте, что это какой-то костер, на котором там в какой-то байде что-то жарят. Нет, полноценный большущий ростер, который называется «Троботони», кажется, там в 60-е, 70-е года, у которого вместо газовой горелки снизу происходит нагрев. По факту этот ростер, который установлен на большой такой печке. Печка топится дровами, это нагревает там барабан, грубо говоря. Все это дело обжаривается. Что это дает? Но здесь не хотелось бы как-то быть некорректным, что приводить какой-то пример, вот мясо на сковородке, а вот то же самое, ну, представьте, на огне. Нет, там контакта прямого огня нету, как бы, с кофе. Там, по-моему, двухслойный или трехслойный барабан, поэтому в целом, то есть, как бы, то, чем греется, глобально роли не играет. Но все-таки у дровяного жара есть определенный, как бы, тип подогрева этого барабана, да, то есть, он менее стабильный, он менее мощный и так далее. То есть, все равно этот кофе сильно отличается от того кофе, который мы с вами привыкли пить из газовых ростеров. Это первое. Второе. У этих ребят есть две основные линейки. То есть, первая обжарена на вот этом ростере Троботони. Здесь вот написано, обжарена на итальянском ростере Троботони. Вот такие баночки. И также они еще жарят отдельную линейку на ручном ростере, там, восьмисотых годов, такой вот с крутилкой, под нем костер там разжигают. Вот у них есть некоторые линейки, которые на нем обжарены. Это, например, вот эта вот куба. Все это дело фасуется вот в такие вот банки, да, российского производства. То есть, мне, короче, очень все нравится. И упаковка, и оформление, короче, это мне вот очень все близко и тому подобное. Единственное, что банки, честно говоря, из них неудобно ничего высыпать. Они вроде как, как бы клевые, удобные, их неудобно открывать, неудобно высыпать. Вот знаете, чем я их открываю? У меня есть ручка от моей джезовой Model 1, не вышедшая в серию, да, и я вот так ее беру, короче, это все дело вскрываю. Вот, в общем, это по эксплуатации не особо удобно. Но все это очень аутентично. Блин, кубу сейчас открыл, просто приоткрыл чуть-чуть, и такая ароматика, капец. Вот, что здесь нужно сказать? Эти ребята совершенно аутентичны, и чтобы понимать смысл их работы, вам нужно понимать саму концепцию. То есть, смотрите, в классических газовых ростах обжарка сегодня занимает очень короткое время. То есть, это короткий по времени обжарки. В этом травотоне обжарка идет очень долго, на не тотально там высоких температурах. То есть, это кофе такой специфичной, длительной, растянутой обжарки. Благодаря чему? Он менее броский, да, то есть, если вы привыкли к кофе, который прям искрит, кислотность и так далее. Нет, здесь этого нет. Не только из-за типа обжарки, из-за подобранных вообще лотов, самого сырья. Но здесь как бы нет вот этой вот искристости, но здесь есть одна важная вещь, которую почти нереально встретить вот в газовой обжарке. Ну, пока на мере я не встречал, я много пил темного, темно обжаренного кофе на газовых ростерах. Это очень высокая сладость. То есть, этот кофе априори обжарен темнее, чем мы привыкли под фильтром. Но он непомерно сладкий. То есть, вы будете удивлены тому, что вот, да делаешь в джезе? Да, он прям пахнет, что вот он, как будто он пережженный туда-сюда. Ты начинаешь пить, и кофе тотально сладкий, как будто в него насыпали огромную, блин, ложку сахара. И как бы это просто удивительно. То есть, этот кофе обжарен в итальянской манере, темнее, чем мы привыкли под фильтр, но при этом благодаря вот этой особенной обжарке, особенному типу обжарки, он приобретает просто неимоверную сладость. Причем вот из тех лотов, которые у меня здесь есть, вот, пожалуй, наверное, вот эти три, вот все очень-очень сладкие. Теперь, касательно того, что я подразумеваю под темной обжаркой. В турке немногие, ну, как бы умеют и понимают, как пить темную обжарку, да? То есть, чуть-чуть, как бы, если темнее, чем сварщица жарит, то все, уже сразу горечь и так далее. Но нет, в этом есть своя прелесть. Но, опять же, повторюсь, только когда эта обжарка вот такого типа. Когда это не темная обжарка, что кирзовыми сапогами грязными, да, все это дело воняет, а когда это вот такая вот темная сладкая обжарка. Вот подобного кофе вы реально просто, мне кажется, в России больше ни денег купите. Наверное, только они одни и жарят на этом тработоне. Вот. В общем, в этом плане просто кофе совершенно удивительный. То есть, я иногда устаю от вот этих кислотностей, иногда устаю от вот этого вот искристости, от, когда пьешь кофе, как будто пьешь чай, как будто пьешь какой-то компот, даже бывает в турке. И вот хочется настоящего какого-то кофейного вкуса, да. То есть, ну, только не в протухшем виде, да, как в Мехмед и Фензи, условно говоря, в том году обжаренный. А вот хочется свежего, ну, вот такого вот традиционного вкуса. Вот. Тогда к падре дорога вот вам обеспечена. Этот кофе недорогой. Благодаря тому, что здесь используется не какое-то сверхъестественное зерно, да. То есть, вот здесь обычная бразильская арабика, допустим. Вот здесь перуанская арабика, кстати, очень крутая. Мне и Бразилия, и Перу очень понравилась. Потом, вот это вот Эфиопия, по-моему, четвертого грейда и Уганда, какой-то бленд. То есть, здесь используется очень простое сырье, поэтому здесь такой традиционный, сладкий... Нет, наверное, сладкий не традиционный. Обычно, когда, говорю, так темно жарят, он уже не сладкий, он уже такой горький и противный этот кофе. Нет, здесь сладкий, традиционный такой шоколад, орехи, все вот эти вот истории. Так как это все обжарено очень темно, оно, честно говоря, если в джезви делать, оно очень, если вот убрать Кубу и тут это, Вьетнам, оно очень похоже. То есть, вот если вы будете это делать все готовить в джезви, то вот эти вот лоты, они очень похожи. То есть, вот может быть только вот этот, который с добавлением робусты, более такой терпкий и так далее. Поэтому я бы советовал все три попробовать. Разбирать какой-то вкус здесь. Тут, как правило, нет вообще никакой кислотности, сладость. То есть, вот какой-то вот, мне кажется, по-моему, Перу вот немного сладкими какими-то сливами отдает. То есть, ну прям прикольно. Вот это Бразилия классическая, просто такой молочный шоколад, темный шоколад, то есть, орехи. Ну, такая классика. Вот, это вот, ну, этот кофе сложно описать, его стоит попробовать. Он такой специфичный. Но, что я хотел бы сказать по той линейке, которая делается в ручном ростере, который вот у них там такой вот на огне прям крутится, то есть, не в торботоне. Здесь есть серьезные проблемы с равномерностью обжарки. То есть, вот эта куба, которую я купил, она, кстати, была довольно дорогой, вот. Но при этом она очень неравномерно обжарена. То есть, некоторые зерна прям угли, некоторые зерна уровня обжарки вот тех, как бы таких, да, посветлее. Что не позволяет целым эту кубу брать вот так из банки, употреблять и тому подобное. То есть, конечно, это сильно огорчило. Как я нашел применение этому зерну? Оно, потому что те, которые не сгорели, они-то выдающиеся, сырье очень хорошее. Я делал разные бленды для джезвы, используя вот как основу два вот этих зерна, да, то есть, перуанскую арабику и бразильскую арабику. И я их добавлял туда 30-20% кубы, которая не сгорела. Вот. И получалось иногда очень круто. То есть, эта куба добавляет какую-то терпкость, эта куба добавляет какие-то специи. То есть, она делает такой вот этот примитивный, простой кофе более каким-то сложным, как-то его заставляет что-ли играть, на мой взгляд. Вот. То есть, как-то так. Что касается упаковки. Как я уже сказал, мне все это нравится. Ну, сыпать это неудобно, крышки закрываются, ну, как-то не особо герметично. То есть, ну, здесь как бы кому на вкус и цвет. Можно туда пересыпать. Что касается свежести. Здесь такая тема, что мы заказывали где-то, наверное, числа 11-го, может быть, и какой-то кофе приехал 4-го числа обжаренный, какой-то кофе там 6-го числа обжаренный. То есть, наверное, ну, может, спадры, вам не надо рассчитывать, что вы купите, и в этот же день вам пожарят и отправят. У них только 30-килограммовый ростер, и вот, ну, сколько пожарили, столько пожарили. То есть, здесь важно понимать концепцию. То есть, это такой вот кофе для хареки. То есть, это не, ну, на мой взгляд, это вот не спешлти, которого вы ждете. Что, да, это что-то типа а-ля фауна. Нет, это кофе для кофемашин в первую очередь. То есть, та сладость, которую эти зерна дают, мне кажется, это совершенно феноменально будет. Если делать эспрессо, если делать молочные напитки, просто будет феноменально. То есть, это как бы хороший, крепкий, крутой кофе, да, темно обжаренный, при этом сладкий. То есть, это будет вообще феноменально. В турке, каюсь, я иногда, как я уже сказал, когда устаю от вот этой всей истории с цветочками, фруктиками, а когда мне хочется кофе, да, я прям вообще без проблем беру прям вот эту вот, мне нравится, которая перуанская аравика. Прям в чистом виде заряжаю ее в джезве. Где-то, думаю, что 8 грамм на 80 миллилитров и 2-2,5 минутки я это все готовлю. Получается офигительно. Так как кофе более темно обжарен, консистенция такая тягучая, более однородная, просто восторг. Ну и, конечно, он крепкий такой, ну, вы должны понимать. В общем, этот кофе исключительно для тех, кто понимает темную обжарку, кто разбирается в ней, как бы, в такой вот качественной темной обжарке. Вот имеет смысл. Поэтому как-то так. Вот эти три кофе, ну, эти три зерна очень похожи. Я бы все вам советовал попробовать. Он очень недорогой. Вот, что касается этой кубы, ну, у нее даже нет даты обжарки, и она, конечно, честно говоря, пожарена, ну, прям сильно в разнобой. Сегодня для рынка современного, наверное, это прям, ну, недопустимо так ужарить. Вот. Что касается Вьетнама, мне кажется, это вьетнамская, наверное, робуста. Простите, если я что-то путаю, но она прям обжарена, то есть тоже на вот этом вот ручном ростере и прям вот-вот-вот до углей. То есть, посмотрите, да, то есть она прям... Сейчас наведется. Она прям вот, ну, вот, видите, темная, темная прям. Прям и при этом еще темная, какие-то более светлые, а какие-то прям совсем в угли. То есть, ну, ее в чистом виде пить, конечно, я в турке не смог. Как весь этот кофе от Падро сочетается, спросите вы, с современностью, с той же самой проливайкой? Ну, честно говоря, вот на днях я здесь делал себе в дрипе, по-моему, вот эту вот Бразилию. Но слишком это для дрипа, получается слишком мужицкий кофе, тяжелый. Вот. Я, к сожалению, в таком виде, в чистом пить не могу. Но туда можно бахнуть молока и будет просто топ. То есть, вот, понимаете, пытаюсь концепцию-то нести. То есть, вот, как бы, почему, спросите вы, я здесь, о, оно темно обжарено, но я не негативлю, да, как в случае было там с ботаникой. Вот они что же темно пожарили, а ты их обосрал, мол, говоря. Нет, дело в том, что ни туда, ни сюда. То есть, обжарили, но уже сапожками стоптанными начинает попахивать. То есть, метили спешлти, получилось что-то вот непонятно. Здесь конкретно цель так жарить. И здесь умеют так жарить. То есть, сделать темную обжарку, но при этом не тухляк, а сладкую. Это феноменально. Это нечасто попадается. Вот. Как я уже сказал, в проливайке, наверное, я бы не советовал, но стихия их в турке. Легко. Можно сделать очень сладко, очень круто, если вы понимаете, любите темную обжарку. Можно взять что-то очень специфичное, типа кубы, добавить к одному из вот этих, чуть-чуть в мелком соотношении, и, скажем так, сделать поострее ваш кофе. Кроме того, это очень хорошо сочетается с гейзеркой. То есть, вот итальянский метод заваривания, такой, близкий к эспрессо, ну, грубо говоря, да. И вот этот кофе, который под этот стиль поджарен. Вообще топ. То есть, оно одно с другим сочетается, потом туда молочка, и просто топ. То есть, понимаете, вы поймете этот кофе, если вы будете, скажем так, требовать от него то, что он нацелен вам дать. Да? То есть, вот они всем своим концептом говорят, мы под вот это, под вот этот стиль заваривания, под вот этот стиль жара мы как бы работаем, мы вот такие. И вот я взял, посмотрел с этой стороны, попробовал в том, что как бы корректно с этим методом обжара, да, и это прям выстрелило. Мне понравилось. То есть, в всем вот этом безумии, где одни копируют других, один кофе от другого не отличается, везде, если Эфиопия, то цветочки, цветочки, клубнички, там все одинаковое, вот найти что-то такое, вот как бы, знаете, такое аналоговое, иногда бывает непросто. И как бы, несмотря на то, что жар темный, мне кажется, что вот, ну, на обзор, наверное, уже нет, но вот лично для себя вот так вот баночку этого перуанского, ну, я бы взял, чтобы у меня вот он стоял, и периодически, когда ты подустал от всех этих инфьюзов или каких-то сложных модных лотов, ты взял и прям трушного, хорошего кофе попил. Вот. Таков мой обзор на, соответственно, да, еще, кстати, у них вот такие замечательные спички под их брендом. Вот такой мой был обзор на Padre & Sons. Кстати, почему Padre & Sons? Потому что основатель зовут Павел Дрёмин, и кто-то где-то ему там вот сказал, что Padre, вот так получилось Padre & Sons. В общем, прикольные ребята, на самом деле. Кроме того, важно вам еще донести, важную штуку, что дровяная обжарка, это очень синергичная вещь с туркой. В Турции очень распространено, даже в молотом виде, продавать кофе дровяной обжарки. Дровяная обжарка, это такая некая классика, как вот Йемен и Турка, как Эквадор и Турка, вещи, которые, они природой для друг друга созданы. Вот дровяная обжарка, вот эта вот растянутая обжарка во времени, она очень корректна вместе с таким методом заваливания как джезва. И именно по этой причине вот ты их взял и сразу они хорошо раскрываются. Ну, повторюсь, если вы неистерично относитесь к томному жару, то есть если вы привыкли пить, кто там, Рафаэль Ая, или кто? Сейчас, где-то здесь Рафаэль Ая есть, должен быть. Нет, в общем, этот пропал. В общем, если вы Рафаэль Ая привыкли пить в Турке, то, конечно, вы будете оскорблены просто вот этим кофе. Но, если вы понимаете, скажем так, что от него можно требовать, какие плюсы от него можно получить, для вас, я думаю, что это будет прям жемчужина. Поэтому, я не говорю вам, купите все, купите себе баночку, вот они по 500 рублей, или сколько там стоит, по 600, купите себе баночку, попробуйте, подойдет вам такое или нет. И, как я уже сказал, не забывайте миксовать. То есть, если вам в чистом виде не подходит этот кофе, он иногда способен очень хорошо улучшить некоторые базовые какие-то зерна, которые даже, может быть, более светло обжарены. Вы туда можете добавить чуть-чуть этого кофе и раскрыть его по-иному. И пробуйте разную, конечно, водичку, потому что та вода, на которой вы варили, да, вот это вот, вот это вот все, та вода, на которой вы варили, вот это может не сработать с этой водой, поэтому можно попробовать другую. То есть, темная обжарка на одной воде готовится, светлые, суперсветлые на других водах, поэтому одно может не сработать с другим. Поэтому баночку сразу не надо выбрасывать, если вам с первого раза не подошло. В общем, что хочу, в конце концов, сказать-то? Уделите время этому вот изделию, потому что, мне кажется, оно того стоит, потому что это сегодня не частая история. Такой кофе встретите вы не часто. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Я надеюсь, мой ролик как-то вам немножко помог узнать побольше об этих ребятах, да, то есть, я бесключительно позитивно отношусь. Я считаю, что на рынке должны быть разные обжарщики, я считаю, что на рынке должны быть разные подходы, и, по крайней мере, несмотря на то, что оно темно для меня, да, на постоянку, допустим, но я вижу здесь какой-то концепт, какой-то подход, видел у Фауны свое видение, свой концепт. Я кайфанул. Здесь то же самое. То есть, я вижу, что здесь люди никого не копируют, здесь люди идут по своему пути с точки зрения оформления упаковки, подхода вообще к обжарке, привезти в Россию, блин, этот миллионотонный торботон ничего стоит и запустить его. Реально, вы больше никого, наверное, не найдете, кто на подобном оборудовании жарит. Ну, то есть, это свой концепт, своя такая аналоговая история. Вот. Нравится, не нравится, надо пробовать, но уважение стоит совершенно точно. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите поддержать подобные ролики, проходите мою группу, обязательно вообще и так просто отступайте. Но кроме того, можете там внести минимальный донат и таких роликов на канале будет выходить все больше, больше и больше. Всем спасибо за просмотр, друзья. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok